Приветствую вас. Я думаю, что одним из ключевых моментов вашей проблемы, вашего такого состояния, является то, что вы тревожите. То есть вот у вашего состояния есть термин «тревога». Он, этот термин, не профессиональный, вот, беспокоиться за его судьбу вам не стоит, но тем не менее. Тревога. Тревога. Что такое тревога вообще? Тревога вообще – это состояние, нервное состояние, при котором человек находится в напряжении собственном. По поводу несоответствия того, что с ним происходит в реальном мире и того, что у него происходит с точки зрения чувств. С точки зрения переживания. Вот. Ну и, соответственно, у этого есть более такой, более такой, уже профессиональный термин конкурентность, который обозначает соответствие того, что человек чувствует и того, что с ним происходит в реальной жизни. И вот, если мы берем за основу этот момент, то то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, это вот оно самое. То есть, вы ощущаете, как раз таки неконгруентность. Если можно. Так вы. Так вырс... Вы ощущаете неконгруентность, вы неконгруентны и ваша тревога связана именно с этим, с тем, что вы неконгруентны. То есть вы не доверяете своим чувствам, вы не доверяете своим ощущениям, вы не доверяете своим переживаниям. Ничему из этого вы не доверяете, а вместо этого постоянно подавляете их свои эмоции, постоянно подавляете их голосом интеллекта. Предполагаю, наверное, что интеллект более прав. Мы, конечно, здесь не будем наезжать на несчастный интеллект, это он, не дай бог, на нас обидится. Вот, но, тем не менее, отдавать предпочтение интеллекту дело крайне опасное. Потому что интеллект игнорирует то, что хочется, то, что важно, то, что нужно. Интеллектом вообще многие вещи, многие вещи будем честны игнорировать. И нет ничего удивительного в том, что вы чувствуете себя словно загнанный зверь. Значит, вы на самом деле, вы действительно себя загнали. Это правда. Это правда. Вы действительно себя загнали. Вы загнали себя очень сильно. Вот. И в первую очередь это связано именно с тем, что вами игнорируются, игнорируются ваши же чувства, ваши же желания, ваши же потребности, ну и все, 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 что с этим связано. Отсюда вот и приводность возникает. Что с этим делать? Учиться доверять своим чувствам. Учиться доверять своим эмоциям. Даже если это не всегда идёт на плюс. Даже если это не всегда идёт на пользу. Понимаете? Скажешь так. И только тогда, только в таком случае можно будет что-то изменить в вашей жизни. Только если вы прислушаетесь к себе, только если вы поиследуете природу своих чувств. Только в этом случае можно говорить, да, помните, что тревожнее ваше сойдёт на нет. И то это будет процесс постепенно. И то это процесс не быстрый. Ну, потому что вы жили так в течение длительного времени достаточно. И вот так сразу это изменить, так сразу это исправить, ну, наверное, не получится. Просто потому что, просто потому что это невозможно. Как-никак привычку не изменить. Как-никак всё-таки определённые паттерны модели поведения будут даваться себе знать. Не всегда. Но, тем не менее. Плюс ко всему я думаю, что у вас есть некая такая, знаете, вторичная выгода от той модели поведения, которую вы выбираете. Например, страх близости, страх сближения. Например, нежелание брать ответственность на себя. Да. Вот. Ну, и так далее. Вариантов много. Скажем прямо. Поэтому я думаю, что данный аспект можно и нужно поисследовать. вот. И вот тогда при прочих всех равных условиях вы сможете от своей приводности избавиться. Но не исключено вам, что вместе с тревожностью уйдут их привычные вам контакты. Привычные вам люди вокруг вас. Привычные действия, соступки, слова. И кому-то мы, конечно же, не понравимся, то какие-какие изменения с вами произошли. Так что это всегда определенный такой риск потерять людей. Но оно того стоит. Стоит хотя бы потому, что сейчас вы не счастливы. По крайней мере, на мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится. Мне задержiva их ведь. Но мне понравилось это.